МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Известная украинская ведущая Жанна Бодорева и ее друг Андрей Бедняков очень любят путешествовать. Каждый уикенд они отправляются в один из самых интересных городов на планете. По правилам программы, один из них должен прожить субботу и воскресенье на 100 долларов. Второй может тратить неограниченные средства, которые хранятся на золотой карте. Чтобы решить, кто из них будет жить как миллионер, а кто будет учиться выживанию, Андрей и Жанна бросают монету. И каждый раз все решает Орел или Решка. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О-о-о! Здрасте! Всем привет! С вами снова Орел и Решка. Если я нахожусь в белых штанах, значит, мы с Жанной в Рио-де-Жанейро. Новые эмоции, новые впечатления. И в конце концов, самое главное, это карнавал. Ну, у кого карнавал, а у кого и футбол. Я на родине самых сильных футболистов на планете. Орел? Решка. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ой, как хорошо! А ты-то чего радуешься? Я радуюсь, потому что здесь я хотел быть именно по-бедному. Я хочу весь этот огромный и красивейший город обойти пешком. Ой, какая прелесть, когда всем хорошо. Вон автобус, вон туда тебе. Это пешком готов. Давай. Так, а я быстренько-быстренько на такси. В самом названии города Рио-де-Жанейро уже звучит какой-то праздник. Кажется, что все здесь танцуют, поют, играют в футбол. Кажется, что здесь живут самые сексуальные мужчины и женщины. Ну и, конечно, только здесь проходит тот самый карнавал. Грандиозный, яркий и самый зажигательный праздник нашей планеты. Друзья, мы в Рио. И мы едем на карнавал. И мы едем на карнавал. 12 реалий стоил проезд. В принципе, это недешево, но и недорого. Автобусы тут комфортабельные, с кондиционером и едут очень быстро. Но не ради того, чтобы максимально быстро домчать туристов, а просто зарплата водителя напрямую зависит от пройденного километража за день. Вот и носятся. Сейчас в Рио карнавал, поэтому все дорогие машины в аренду уже давно разобраны. А все из-за бешеного наплыва туристов. Поэтому мне придется перемещаться по городу на такси. Главное, чтобы был кондиционер. Алло. Ой, есть, ура. Ой, хорошо. Ой, прекрасно. Ладно, зато таксисты хорошо знают город. Покажите мне Рио, пожалуйста. Да? Да? Таксист у меня такой симпатичный. Он сильливый, главное. Архитектура Рио-де-Жанейро какая-то незапоминающаяся. Вот так сходу этот город красивым не назовешь. Но он невероятно живописный. И очень, очень зеленый. Эй, эй, агва и эту пи. Эй, эй, агва и у луга. Такое впечатление, что Рио вырублен посреди джунглей. Все здания окружены тропическими деревнями. С одной стороны города коричневые скалы, а с другой – бесконечный синий океан. Эй, эй, агва и эту пи. Эй, эй, агва и у луга. Именно таким городом посреди джунглей он наверняка мне и запомнится. Эй, эй, агва и у луга. Боже мой, как красиво. Ах! Итак, что же представляет собой Рио во время карнавала? Карнавальные дни в Бразилии объявлены выходными. Прямо как у нас на майские праздники. Никто из местных не работает. В дни карнавала в Рио приезжает около 500 тысяч туристов со всего мира. В общем, неудивительно, что в это время в городе очень сложно найти свободные номера в гостиницах, да и цены взлетают в несколько раз. Хотя это для нас латой карточкой не проблема. Я не знала, что в Рио столько много гор, таких зеленых, таких огромных. Вообще так красиво, но очень жарко, очень. Бразилия, ну, очень жаркая страна. Чувствую, не выхожу я два дня в такой закрытой одежде. Очень жарко. Надо исправлять. Ну, вот так уже лучше. Бразилия хоть и футбольная страна, но здесь я буду ходить в футболке своей национальной сборной. Вперед, Украина! Оле, 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 оле! Оле, оле! Неотъемлемая часть Рио-де-Жанейро – известная на весь мир трущобы, так называемые фавелы. Любой турист знает, что в фавелы лучше не соваться. И трех шагов не успеешь сделать, как тебя грабят или застрелят. В фавелах торгуют наркотиками. У каждого под рубашкой оружие. Даже у детей. А законы устанавливает мафия и наркобароны. Полицейские заходить сюда боятся. Именно о таких фавелах был снят знаменитый фильм «Город Бога». Пошли отсюда. Пусть эти ублюдки перестреляют друг друга. Эй, ракета, сфотографируй нас. После этого фильма бразильские фавелы навевают ужас на всех туристов. Многие считают, что фавелы – это самое опасное, что есть в Рио-де-Жанейро. Но я рискнул. Из-за того, что город во время карнавала переполнен туристами, я с трудом нашел свободную койку в хостеле, которая находится как раз в этих самых фавелах. В городе насчитывается несколько сотен фавел. По своему административному устройству это такие мини-государства со своими внутренними законами. Федеральные власти в дела фавел практически не вмешиваются. Вот именно поэтому тут очень опасно. Покатавшись полтора часа по городу, я наконец приехала в самый известный отель Рио – Капакабана Пелос. Это белоснежный дворец в средиземноморском стиле. Его главным достоинством считается вид на широченную полосу песчаного пляжа. Здесь любят останавливаться итальянские модельеры и голливудские звезды. О, спасибо. Вот мы и приехали. Из-за бешеного наплыва туристов все приличные номера уже были разобраны. С трудом выхватила себе стандартный номер, где останавливаются менеджеры среднего звена. Ну, такой вот бразильский карнавал всех уравнивает. Говорят, полицейские не заходят в фавелу. Спасибо. В принципе, для предкарнавального Рио это еще и недорого. Все, надо везде торговаться, друзья. 45 за 40 уже все. Оказалось, что это один из лучших хостелов Рио. Его рекомендуют многие путеводители. В стоимость входит завтрак, вай-фай и потрясающий вид из окна. Думаю, мой вид не хуже, чем из окна пятизвездочного отеля. А может, даже и лучших. Красота. Кстати, на Майами похож пляж. Такой же длинный, в черте города. К моему огромному удивлению, сегодня большинство фавел не представляют опасности для туристов. Несколько лет назад власти решили навести порядок и ввели во многие фавелы танки и бронетехнику. Без предупреждения расстреливая тех, кто оказывал сопротивление. Благодаря таким жестким карательным мерам в фавелах сейчас относительно спокойно. Только на севере города осталось несколько фавел, куда до сих пор не заходят полицейские и где все еще звучат выстрелы. Так, а по идее, насколько я догадываюсь, вот это должен быть телевизор. Так. И как? Предположим, так. Нет? Оль, вот это я обожаю, вот эти дорогие гостиницы с ребусами. Как? Крышку снимать? Так. Подожди, ну вручную же это не может подниматься? Так, золотая карточка, помоги мне. Help, help, золотая карточка. Ну, кнопочку. Рецепшн. Рецепшн. Hello. Please help me. А ворис, кнопочка, тетя, знаете где? Ага, ну да, ну что она должна подниматься, это даже я поняла. Иисус, Иисус, вот он, которому я хотела. Боже мой, как он высоко. Ой, какая красота. В Рио-де-Жанейро находится одна из самых известных достопримечательностей в мире. Одно из семи новых чудес света. Один из самых узнаваемых символов всех времен и народов. Говоришь Рио, представляешь именно ее, статую Спасителя. Она возвышается на горе Карковада над всем городом. И сейчас я направляюсь прямиком к ней. К статуе Христа Спасителя поднимаются абсолютно все. Без разницы, бедный ты или богатый. Разница только в способах подъема на гору. Бедные ходят пешком, те, кто побогаче, едут на поезде. Ну а для совсем обеспеченных есть возможность осмотреть статуи с самой выгодной точки. С воздуха на вертолете. Билет стоит 300 долларов. А сам вертолет рассчитан на четверых пассажиров. Вон он. От виду он кажется вот таким крошечным. На самом деле 38 метров. Там он вертолеты вокруг него летает. Это для богатеньких. Ой, сейчас прилетит мой вертолет, и мы поедем. Опа! Опа! С ума сойти! Слушайте, какая очередь! Я так думаю, это до билетов нет. Ой, мы прямо к Исусу хоть приближаемся. Ну а когда у вас много денег, можете спокойно облететь Исуса на вертолете. О, как можно! Из-за того, что Иисус изображен с распростертыми руками, издалека статуя выглядит как крест. По задумке, спаситель обнимает и одновременно благословляет весь Рио. Это статуя своего рода талисман для города, который нуждается в том, чтобы его кто-то оберегал. Ведь это один из самых преступных мегаполисов в мире. И может, именно благодаря такому благословению Рио-де-Жанейро до сих пор живет и здравствует. Я сделала это, я летала, я видела это своими глазами. А-а-а, я не могу в это поверить! Вот отсюда открывается потрясающий вид на век в город. Он огромный и зеленый, и даже сразу не ясно, чего здесь больше, домов или телени, или людей. Здрасте! Один минус у статуи. Здесь всегда очень много людей. Не протолкнешься просто. Из-за этого сделать нормальное фото на фоне спасителя невозможно. Обязательно в кадре будут десятки голов и рук. Здесь вот как в Париже, знаете, когда я пилию башню, вот так вот держат, вот так вот. Здесь все стоят вот так. Ну, ну, ну куда вы? Ну, ну дайте фото сделать. Есть в Рио еще одна достопримечательность. Она менее известна, чем статуя спасителю, но туристов тут тоже хватает. Это лестница Селарона. Так вот, с виду обычная лестница. Если смотреть сверху, ну, ничего примечательного. Но если по ней подниматься, то она уже становится привлекательной, красивой и яркой. А случилось это после того, как местный художник Селарон просто отремонтировал лестницу возле своего дома. Сначала он выложил небольшой участок в цвета бразильского флага. А потом он настолько увлекся идеей, что начал тратить на плитку все деньги от продажи своих картин. А потом уже и сами туристы, прослышав о такой лестнице, начали привозить художнику образцы плиток со всех стран. Здесь есть плитки из разных уголков земного шара. Вот Франкфурт, Берлин, значит, Литва. Пока что на все 250 ступенек использовано более 2000 плиток из 60 стран. Лестницы художнику уже мало, поэтому плитка выкладывается и на стенах. Самого художника можно встретить у лестницы и даже пообщаться с ним. Честно говоря, Селарон немного не в себе. Здравствуйте. На всех своих автопортретах художник рисует себя беременным. На вопрос «Зачем?» он коротко отвечает «У меня сложный период». Во всем городе чувствуется предкарнавальное настроение. Осталось чуть больше суток. Уже завтра состоится величайший карнавал нашей планеты. Карнавал в Рио-де-Жанейро длится несколько дней, и главное шоу проходит на самбодроме. Это такой вытянутый стадион с трибунами и ложами. На этом самбодроме соревнуются лучшие школы самбы. Они соревнуются не только в том, кто круче танцует самбу, но и у кого ярче костюмы и интереснее декорации. Завтра будет кульминационная точка таких соревнований – парад чемпионов. То есть парад школ победителей. На улице, ведущей к самбодрому, я увидел разноцветные платформы. Это декорации, которые будут принимать участие в карнавале. Завтра вечером все они дружно двинутся на самбодром. Их здесь очень много, они все яркие, красивые. Вот они пока стоят здесь тихо, спокойно, ну а вечером будут радовать богатых людей. Я, к сожалению, не такой. Каждая школа самбы, участвующая в карнавальном параде, выбирает определенную тематику для своего выступления. И в соответствии с этой тематикой оформляются декорации. Таким образом, это не просто танцы, это целый сюжет. Вот эта платформа иллюстрирует золотой век индейцев. Мол, когда-то индейцы на своих землях жили припеваючи, пока в образе такого дьявола на материк не приплыли конкистадоры. Дальше стоит очень мрачная платформа. Это корабль из людей в цепях, а на носу корабля распят чернокожий раб. Таким образом, иллюстрируется этап, когда в Южной Америке появилось рабство. И из Африки стали доставлять рабов. Вот вам и развеселый карнавал, друзья. Раньше все платформы были механическими. Но после того, как однажды под движущуюся платформу попал человек, теперь все они толкаются вручную. Многие приезжают в Рию для того, чтобы купить билет на самбодром и посмотреть шоу со стороны. Но немногие знают, что любой желающий может принять участие в параде чемпионов. Для этого нужно всего лишь купить костюм в одной из школ победительниц. И все. Костюмы бывают от 200 долларов до несколько тысяч. От участника требуется совсем немного идти в строю, махать людям на трибунах и хотя бы минимально двигать бедрами. Я подумала, что участвовать в карнавале гораздо круче, чем смотреть на него с трибуны. Вот и купила себе костюм в школе, которая заняла первое место. А roupа сон эрскки конфекционно, а própria школа конфекционна sua roupа. Então você vai на пустуре, она tira suas medidas. As roupas não são muito confortáveis. Калор, muito quente. Mas quando você entra на avenida, normalmente você tem que segurar uma cabeça, и a cabeça é pesada. Tem o resplendor atrás, que também... А я видела, там дают какие-то специальные пакеты для того, чтобы ходили девочки в туалет. Это правда или это шутка какая-то? Когда ты оденешь в такой наряд, как бы это помягче сказать, по нужде не отлучишься. Поэтому всем девушкам, участницам, выдают специальные пакеты для таких непредвиденных ситуаций. Фух, кажется, я готова принять участие в коронавале. Прошло каких-то, не знаю, минута. Я танцую с кондиционером на свежем воздухе. А это все в костюме, в этом нейлоновом, в этом тяжелом. Дорогие друзья, я напоминаю про нашу традицию, про наш клад. И, естественно, Рио-де-Жанейро не стало исключением. Все здесь, записка, деньги. Кто поторопит? Всем охотникам с закладами от Орла и Орешки сообщаю. В Рио-де-Жанейро 100 долларов спрятаны в парке Пласа до Арпадор. Сразу за памятником маленькому льву в колючих кустах. Сразу за памятником маленькому льву в колючих кустах. Рио-де-Жанейро просто замечательный город, и его не может быть много. Все, ребятки, спокойно ночи. Спокойной ночи. В том, что у меня будет спокойная ночь, я уверен, благодаря этим полицейским. Рио-де-Жанейро 100 долларов. Рио-де-Жанейро 100 долларов. Рио-де-Жанейро – это тот случай, когда тебе катастрофически мало двух дней. Красиво. Этот город заслуживает большего. Мне хотелось, чтобы мой второй день в Рио был бесконечно долгим. Чтобы все успеть, все увидеть, все запомнить. И, кстати, сегодня ведь карнавал. Рио-де-Жанейро 100 долларов. У бразильцев есть еще одно национальное достояние. Это бразильские сериалы. Они страх, как любят их смотреть, и искренне переживают за героев. Причем как женщины, так и мужчины. Интересно, что бразильские сериалы снимаются и разрабатываются не так, как наши. Значит, сценаристы пишут сценарик 20 сериев. Первым 20 сериев сериалов. А дальше уже телезрители сами решают судьбу главных героев. То есть от телезрителей зависит, выйдет ли замуж Пипита за Дона Хуана. Примечательное еще то, что бразильские сериалы никогда не идут в одно и то же время с футболом. Потому что для Бразилии это две святыни, которые нельзя, которым пересекаться. Я приехал на самое главное место в Рио-де-Жанейро. Пляж Капо Кабано. В Рио есть еще одно развлечение для богатых туристов. Это полет на Дельтаплане. Это с такой высоты. О, нет. Нет. Три, два, четыре. Мой дельтаплан пролетает прямо над пляжем Капо Кабано. Это главный герой города. Во всех фильмах, во всех путеводителях, на всех снимках из Рио вы обязательно увидите белоснежный эскип Капо Кабано. Здесь, конечно, очень много людей. Очень. Несмотря на то, что береговая линия достаточно широкая, людей здесь как на центральном рынке в воскресный день. Считается, что на песке играть футбол сложнее, чем на траве или асфальте. И именно благодаря такой пляжной тренировке вразильские футболисты считаются самыми техничными и сильными в мире. Пахнет тем, за что у нас могут привлечь к уголовной ответственности. Догадайтесь сами. Здесь не просто загорают и купаются. Здесь занимаются спортом. Здесь танцуют капейру. Здесь, кажется, сосредоточена вся жизнь Рио-де-Жанейро. И собираются самые красивые люди города. Что еще поражает на пляже, так это обильные красивых фигур. Бразильцы – нация спортивная и подтянутая. Здесь практически нет полных людей. То ли гены хорошие, то ли от того, что мужчины все в футбол играют, а женщины самбу танцуют, не знаю. Казалось бы, обычный рекламный борт. Стоит себе на пляже, рекламирует какие-то вьетнамки, вот чудо-краб. Но нет, есть замечательная кнопочка, которую сразу и не увидите. Вот она она. Вот, нажимаешь. Тебя термальная вода освежает. Дальше, дальше. Дальше, дальше. Дальше, я с вами, бразильцы, много не бывает. Попа должна быть большая. Попы много не бывает. Чем больше попа, тем красивее девушка. Только в Бразилии существуют специальные пластические операции по увеличению этой самой части тела. Причем красота попы зависит не только от размера, но и формы. Идеалом считается оттопыренная, а не приплюснутая попа. То есть, похожая на два упругих футбольных мяча. Вид порой открывается очень, даже ничего. Ну, в Бразилии сразу видно, что здесь у женщины больше всего ценится... Сегодня ночью в Рио состоится главное событие года – карнавал. Главное шоу проходит на самободроме. Именно его показывают по телевизору, по всему миру. И именно с ним у нас ассоциируется карнавал в Рио. Перед выходом непосредственно на само шоу школа собирается вот здесь, такой длинный коридор. То есть, все ее декорации, все люди в костюмах, они собираются здесь, сосредотачиваются. Потом идет салют, и школа выходит. Почему-то я волнуюсь. Вся разноцветная толпа рядом с платформами – такие же участники, как и я, купившие костюмы. Получается, что синтетику надевают на голое тело, и человек в таком костюме просто задыхается от жары. Я знаю, почему этот фестиваль проводят ночью, потому что в этих костюмах выдержать днем нереально. Очень жарко. Мне пришлось простоять три часа на ногах в жарком костюме, прежде чем наша школа наконец-то вышла на самободром. Тут уже пошел такой адреналин, что все неудобства как-то отошли на второй план. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Карнавал в Бразилии – это аналог нашей масленицы. То есть неделя безудержного веселья перед началом Великого Поста. А само слово «карнавал» переводится как «мясо прощай». Вся музыка, которая звучит на карнавале – это самбо. Уникальная бразильская музыка и одноименный танец, который родился здесь, в Рио-де-Жанейро. Это один из самых чувственных танцев, где ритм задает движение бедер. В самбе совершенно необязательно иметь партнера. Можно танцевать и в одиночку. Кстати, во время карнавального шествия все участники танцуют самбу без фары. Ночью я пришел к самбодрому. Так, пошататься, походить, вдруг что-то увижу. Видите, а так вот выглядит улица возле самбодрома. Опа, опачки. Билет на трибуну самбодрома мне не по карману. Цены стартуют от 200 долларов. Так, а что это тут у нас? Оказалось, что вдоль дороги, по которой платформы едут на самбодром, тоже построили трибуны. Так сказать, для бедных, потому что они бесплатные. И пока декорации и участники движутся ко входу на самбодром, их можно рассматривать. Разве что здесь не так освещено и музыку плохо слышно, а так все прям как на самбодроме. Оказалось, что и смотреть карнавал, и принимать участие в нем – невыносимое занятие. Это очень тяжело. Шоу начинается в 9 вечера и длится до 5 утра. Каждая школа самбы танцует около часа. Через какое-то время все школы сливаются в бесконечную пестру череду танцующих людей. Высидеть до 5 утра очень сложно. И хочется уйти, но как? Представьте, ты сначала купил за бешеные деньги билет в Рио. 14 часов летел. Потом купил билет на самбодром, который стоит тоже недешево – от 200 долларов до 1000. И что, разве после всех этих усилий можно уйти спать? Нет, вот и сидят всю ночь. О, тут свой карнавал. Так, тут уже кино закончилось. Нужно быстро пробежать, догнать их и заново посмотреть. Знаете, у них там у мажоров на трибунах вообще неинтересно. Сидят, значит, семечки щелкают, смотрят, а нам-то нужно успевать. Я опять побежал. За это время, что я шла, я пережила все грани изнеможения. И в конце я мечтала, чтобы это закончилось, потому что в этих костюмах невыносимо душно и жарко. Больше я не пойду. Такое можно пережить только один раз. Дважды одни и те же костюмы в карнавале не участвуют. И после праздника можно наблюдать такую картину – горы выброшенных разноцветных одеяний, перьев, блесток и корот. Еще день назад такой костюм продавали за сотни и сотни долларов. А сегодня они уже никому не нужны. Представляете? Вот так вот карнавал прошел мимо меня. В прямом смысле этого слова. Еще сюда когда-нибудь приедут. Точно. Вот возьму деньги. Накоплю. В самом названии города Рио-де-Жанейро уже звучит какой-то праздник. Только здесь проходит тот самый карнавал. Грандиозный, яркий и самый зажигательный праздник нашей планеты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Я смотрю, и ты в карнавальном костюме. Жанна, сборная Украины – это не карнавал. Цирк, но не карнавал. Ой, а ты эту шапочку, наверное, возле самбодрома где-то нашла, да? Нет, мой дорогой, эту шапочку я купила, как и все остальное, в чем я шла по самбодрому. Ты шла по самбодрому? Да, мой дорогой, я принимала участие в карнавале, в карнавале я принимала участие. Ты не представляешь, что у меня было за костюмом, это вообще катастрофа. Дорогие друзья, я вас очень прошу, пожалуйста, приезжайте в Рио-де-Жанейро, идите на карнавал, получайте это сумасшедшее удовольствие и энергию на всю жизнь. Но все самое ценное держите при себе. Телефоны, деньги и все остальное. Слушай, ты ходила по карнавалу, а я по поводу. Шапочка, шапочка, шапочка. Я там каких-то непонятных людей видел, а ты классный. Смотрите, здесь у них еще в Рио до сих пор остались телефоны и автоматы. Подходишь, звонишь, у нас просто уже такого не встретишь. Соскучился я. Алло, здрасте, Владимир Зеленский? Это я, Беднякова, вам звоню. А возьмите меня к себе в квартал. Куда идти? Понял. Выходи. Что-то не в настроении. Что-то не вверх. Продолжение следует...